Фридрих Незнанский. Ищите женщину. Читает Елена Шниткова. Глава первая. Убийство в мегаполисе. Они сидели в мягких креслах, разделённые низким стеклянным столиком. Перед солидным стареющим джентльменом, иначе этого собеседника и не назовёшь, лежал замшевый потёртый кесет с табаком и шпильками для манипуляций с курительной трубкой, которую он держал в руке. Хороший старый бриар с прямым мундштуком. И сам он был под стать своей трубки, седая щёточка усов, тщательно расчёсанные седые редкие волосы, строгие черты лица и длинные ухоженные пальцы. Он был американцем, хотя внешностью и манерами напоминал скорее англичанина. И не мудрено. За несколько лет дипломатической службы на Британских островах господин Джеймс Петри сумел обрести английский лоск. Его собеседник курил отечественные сигареты «Союз Аполлон», возможно, из чувства патриотизма. Нераспечатанная пачка и зажигалка лежали перед ним на столе. Темноволосый круглолицый, он был облачён в коричневую кожаную куртку и джинсы. Обычная дневная одежда делового молодого россиянина. Под его рукой на подлокотнике кресла лежала пластиковая папочка. Молодой человек, судя по выражению лица, был разгорячён разговором. Американец же безмятежно спокоен. Говорили они по-русски, хотя американцу это давалось с трудом, но так настоял молодой, ибо не желал двусмысленностей. На свой английский он не очень полагался. «Вы должны понять», — медленно говорил американец, «что документы, о которых идёт речь, не имеют отношения к вашей частной проблеме». «Как знать?» «Может, не совсем конкретно. Зато они открывают некоторые тайные пружины, которые двигали вашими политиками на определённом этапе нашей совместной истории. Тогда почему же это не может стать гвоздём для читателей?» «Гвоздь?» — слегка нахмурился американец. «Ну, сенсация, чтоб вам было яснее. Может быть, давно пора объяснить и вашему, и нашему народам, кто есть кто. Они изгорятся в прессе по разного повода импичментом, а?» «Если вы имеете в виду партийные разногласия в вашей думе, то эта информация вряд ли что-то добавит. Нет, ползы не будет, а урон, так? Может быть, не своей измерим?» «Не пойму, вам-то чего бояться?» «Ну вот, я захватил с собой копии и могу показать». Молодой человек взял в руки папку, перебрал несколько листов, находящихся в ней, и снова сунул под локоть. «Вы поймёте, что ничего убийственного в них нет?» «Скандал?» «Это да, может возникнуть. Ну как же, такие фигуранты». «Но это всё, повторяя, по моему мнению, в пределах частных интересов, и я намерен, как уже сообщал вам, использовать их сугубо в личных целях». «Ваша ФБР морочила мне голову, тянула время, а теперь вдруг спохватились». «Мы совершенно определённо могли бы оказать вам ту помощь, на которую вы так рассчитывали». «Некоторая несогласованность в действиях спецслужб нередко приводит к сбоям, так? Но всё можно поправить, и вы получите необходимые вам сведения». «Ну да, теперь, когда я сам всё узнал, ваши службы готовы мне помочь, понятно. Но за какую цену? У вас же, я знаю, бесплатно даже воробей не чирикает». «Это остроумно», — без улыбки заметил американец. «Значит, я вам документы, а вы мне что? Правду? Какую? Да и кому она сегодня вообще нужна? Нет, я бы поставил вопрос иначе. Вы хотите заполучить то, что у меня имеется, и представляет интерес для вас. Я так понял?» И, дождавшись кивка американца, продолжил. «Для меня же эти бумажки представляют интерес исключительно журналистский. Это в некотором роде сенсация, за которую начальство заплатит мне хорошие деньги». «Если вы действительно в этом уверены, назовите мне сумму, в которую вы оцениваете». Американец улыбнулся и затянулся трубкой. «Которая достойна ваших... эм... журналистских усилей». «Значит, вы уполномочены вести со мной торг?» хитро защурился молодой человек. «И коли так, то выходит, что бумажки эти не столь уж и безобидны, а это, в свою очередь, резко повышает их стоимость. Ну, представьте себе, вот в той ситуации, которая сейчас разворачивается вокруг, ну, к примеру, вашего президента, во что были бы оценены некоторые факты, которые я... да просто продал бы одному из ваших корреспондентов?» «Просто продать ничего не значит. Нужны очень высокие доказательства». «Есть!» вырвалось у молодого человека, но он тут же спохватился. «Ну, в смысле, найдутся. Можно так считать». «Они у вас...» Американец показал ему штуком трубки на папку. «Тут?» «Ну что вы! За кого меня, ей-богу, держите? Да будь они тут, я бы и двух шагов не сделал. Машина бы сбила или санкционированное бандитское нападение устроили. Да мало ли есть способов изъять и заодно расправиться». «Тогда я могу посмотреть?» «Сделайте одолжение». Молодой протянул американцу папку и взялся за сигареты. Пока тот быстро и несколько даже нервно просматривал листы ксерокопий, молодой человек зажег сигарету, затянулся и, откинув голову на спинку кресла, внимательно наблюдал за выражением лица читавшего. Но она оставалась будто каменным. Вот сила воли. А ведь там было чему изумиться. Уж это молодому журналисту было хорошо известно. И еще он думал, что в конце концов ради приличной суммы можно было бы пожертвовать какими-то деталями, кстати, не очень существенными с точки зрения сюжета. А вот с политической тут оно, конечно. «Я думаю», — сказал американец, аккуратно складывая листы обратно в папку и небрежно кидая ее перед собой, «Что эти материалы могли бы стоить?» «Ну, например, до пятидесяти тысяч долларов!» И, не взглянув на собеседника, занялся своей трубкой. «Хм, как минимум вдвое», — решил молодой человек. «Отчего же, можно и поторговаться». «Мне трудно оценить ваши критерии, но я, вероятно, прежде чем дать вам окончательный ответ, мог бы посоветоваться с кем-нибудь из Ройтера, так, не вдаваясь в детали, лишь в общих чертах. У меня там есть знакомые». «Но в этом нет никакой необходимости», — явно заволновался американец. «Ну так назовите настоящую цену!» Похоже, обозлился его собеседник. «Чего мы с вами, как на одесском привозе? Не надо ломать комедию друг перед другом. Задешево я не отдам». «А вы не боитесь их просто так потерять?» Успокоившись, спросил американец. «Не боюсь. Они в очень надежном месте, и под постоянным присмотром можете не сомневаться. И если мне будут угрожать, то документы всплывут и наделают, как вы говорите, много лишнего шума для вашей страны, потому что у нас уже достаточно много такого компромата, что хватило бы на десяток импичментов. Просто на это дело все давно плюют с высокого бугра. А у вас демократия. У вас каждый плевок тут же под микроскопом рассматривают. Вот и делайте вывод, кому сей компромат важнее». Молодой человек так же небрежно ткнул пальцем в папочку. «Если вы не готовы к окончательному ответу, можете взять копии с собой и еще раз прикинуть, потом позвоните и дадите окончательный ответ. И обговорим условия передачи, мне денег, вам документов. И еще. Хорошо бы следующую встречу назначить где-нибудь в другом месте. Не люблю я эти якобы неприступные отели, где все насквозь прослушивается и просматривается. Мне-то наплевать, я журналист. А вам зачем? Вы же все-таки крупное должностное лицо, так я понимаю? Или это тоже входит в вашу задачу? Американец испытывающе посмотрел на него и чуть заметно улыбнулся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!